Ну что, давай начинать тогда, если уж мы собрались, не светь, не заря, по твоему времени. Да, ну, как же, всегда в 7 утра это всё происходит. Всем привет, вы видите и слышите Альбертыча и Стефаныча. Это значит, что в эфире почти интеллектуальное шоу балаболов. Альбертыч и Стефаныч клевещут, и мы начинаем с нашей любимой заставки. Альбертыч и Стефаныч. Клевещут. Ха-ха-ха. Которая мгновенно проходит, хочется её слушать и смотреть много-много раз, но тем не менее к нашим делам насущным перейдём. На всякий случай уточню, что на этом же канале я выложил видео про ситуацию в Беларуси, вот как мы себе... Ты, кстати, его посмотрел, ты согласен себе, что я там говорю? Может, ты против каких-то вещей? Ты знаешь, я считаю вообще, что каждый человек имеет право на свою точку зрения, на свои взгляды. И это есть истина, это очень интересно. И благодаря интернету каждый может это высказывать. Мы не будем просто возвращаться к твоему, так сказать, выступлению, к твоему этому стриму, поскольку ты сказал то, что ты думал, а люди прокомментируют и скажут то, что они думали. Я считаю это очень важно, то, что каждый имеет возможность высказываться. Поэтому мы не будем к этому возвращаться, как бы проходить пройденное, делать работу над ошибками. У нас не школа младшая, да, где учительница красным подчёркивает, а потом вы должны прописать целую строчку. У нас здесь немножко цели другие. Я вижу, уже появилась первая тема, давай говорить об этом. Да, к событиям в мире природы, в общем, странное мистическое вымирание слонов в Ботсване. Уже больше 350 животных мертвы, и специалисты по защите дикой природы называют это катастрофой. За последние несколько месяцев в Ботсване от неизвестных причин умерло больше 350 слонов. Их начали фиксировать в дельте реки Акованга-Смарта, и с тех пор уже нашли и насчитали больше 350 туш. Сначала думали, что, возможно, это цианид, которым травили слонов-браконьеры. Но, во-первых, не умирают падальщики, которые эти слоновые туши едят. Во-вторых, провели, собственно, анализы некоторых туши, ничего не нашли подобного. И есть шанс, что слоны умирают от сибирской язвы. В общем, так как слонов-то не так и много, хотя в Ботсване одна из самых населенных по этому поводу слоновьих стран, да, по-моему, что-то в районе 100 тысяч их живет. Но, тем не менее, такое вымирание, это, мягко говоря, очень странно. И в отличие от людей, которые со своими вирусами справляются очень быстро, что происходит с слонами, это надо, опять же, человеку выяснять и пытаться их спасать. Выход-то один, конечно, в Беларуси есть город Слоним. В Слониме фактически нет слонов, и, безусловно, в Ботсване невероятное количество браконьеров. И слонов нужно переселять массово в город Слонима, их бы здесь уважали, никто бы их не трогал. Они бы бродили, их кормили травой. Конечно, в Слониме намного холоднее, чем в Ботсване, но всякие вот такие вещи, они преодолимы, безусловно. Да, в самом деле, у международных организаций, типа ООН, там, да, всячески есть организация по защите диких животных. Которые были, кстати, претензии, поскольку они дадимали охранников, которые в Африке отстреливали не животных, а браконьеров, и вообще просто всех людей, которые жили в этих диких парках, дикой природы. При этом предполагаемых браконьеров они арестовывали незаконно совершенно и подвергали пыткам. Вот так они родили, собственно, за права этих самых животных. Ну, как действительно происходит катастрофа, серьезно этих организаций совершенно не видно, о которых очень много говорят. При этом существуют совершенно вообще неэффективные акции, допустим, ООНовские. Да, недавно, это совершенно к словам не относится, это очень смешно привязать вообще как-то логически. Вдруг мне вспомнилось, вернее, захотелось вспомнить, сколько длится вообще операция миротворческая ООН в Ливане. Я честно вдруг в глубине памяти вспоминал, была когда-то не шестого года война Израиля и Ливана, а еще раньше. И были введены войска. Мне захотелось вдруг почему-то, там есть знакомый такой продюсер, он работает параллельно в ООНовской организации в Ливане. И мне захотелось вспомнить лично для себя, сколько лет вообще находятся там ООНовские миротворцы, всяческие там организации гуманитарной помощи и так далее. И я не мог вспомнить, когда я впервые с этим столкнулся. Вот представь, это вообще операция длится 78-го года. Оказывается, как еще до школы я смотрел, программа была «Международная панорама», ввел ее такой Бовин и Генрих Боровик и другие. Я ее смотрел. Это представь, с 78-го года длится эта операция. При этом много раз Израиль, Ливан, другие разные организации говорили вообще о неэффективности вообще этой операции. При этом было 6 тысяч миротворцев. И к данному моменту, как ты думаешь, сколько их? Уже 15 тысяч, включая гражданских специалистов. Вот они там сидят в пустыне, получают очень хорошую зарплату. При этом работы, эффективность крайне малая. Мандат продлевают каждые полгода. Возвращаясь к слонам. Есть масса организаций всяких гуманитарных, ветеринарных. Будь здоров. Ты правильно, кстати, видишь? Спасибо. Научили, выработали у тебя пляшный реплекс. Не как по старинке, в кулачок. В ладошечку. Ты видишь, в локоток, видишь, чему научили-то тебя американцы, злодеи. Возвращаясь, вообще, по идее, все организации по охране животных, да, различные, ООНовские, они должны броситься и спасать этих несчастных животных, которых осталось крайне мало. Если возвращаться вообще к дарвинистской теории, есть виды, которые, к сожалению, рано или поздно от всяческих болезней вымирают. На территории Беларуси, допустим, водились мамонты. Прямо в центре города, кто был в Минске, в районе станции метро Октябрьское проводили когда-то работы строительные. И в районе площади Победы нашли части мамонтов. Мамонты-то слоны, но чуть побольше. То есть, представьте, в центре Минска несколько тысяч лет назад бродили мамонты, да. Куда они делись? Ясное дело, их или съели, либо они померли, да, от каких-либо болезней. Это еще раз подчеркивает то... Что в Минске жить нельзя. Не, в Минске можно жить и хорошо. Что, в общем-то, слонов надо гнать сюда. Слони, Минск, здесь к ним относиться буду с должным уважением. Ну, возвращаясь... Давай, возвращаясь к этой мистической истории, значит, местные жители... То есть, я думаю, возможно, мы со зрителями можем разгадать. То есть, по видео, по рассказам наш слушатель или зритель может реально разгадать эту загадку. Вы свои идеи в комментарии бросайте. Сейчас мы вам накидаем немножко этих свидетельств. Вот местные жители, которые наблюдали за больными слонами, рассказывают, что, во-первых, слоны ходят друг за другом по кругу больные. Это... Некоторые ветеринары говорят, что это может свидетельствовать о неврологических нарушениях. Во-вторых, большинство мёртвых слонов лежат вот так вот лицом вниз. Это означает, что они очень быстро умерли. То есть, они стояли-стояли, а потом хопа! И просто так вот свалились вниз, понимаете? Они прилегли поболеть и вот так умерли. Поэтому, возможно, речь идёт о каком-то таксине, который мгновенно убивает слонов. Ну и... Ну ещё, Альбертич, да, хочу сказать. Слоны бы у нас на Беларуси так просто не валялись. Да. А вот. Пошёл я как-то в гастроном. Да, вегетарианцы могут на это время отключить звук. А вот. Покупать, где тут сказано, ветчину, да? Вот. И купил ветчину, и на этикетке было пропечатано там. Ветчина там нежная, там сорт такой-то. После этого было слон. Точка. То есть было написано видно слонем, но не пропечаталось. То есть на, в общем-то, распасовку слоновьего мяса в Беларуси уже есть стикеры готовые. С надписью слон. Мясо слон. Вот. Поэтому такое огромное количество мяса. Прикинь, какие колбасы прекрасные можно было бы сделать из слоновьего мяса. Да, это ж невероятно. Толщиной в руку. Или даже, я не знаю. Поэтому вот эта бесхозяйственность, которая процветает в Африке, подкрепленная, в общем-то, местной коррупцией, люди решенные возможности работать на мясокомбинатах, в поле, понимаешь. А вынуждены вот так смотреть, как загибаются слоны, погибает огромное количество мяса, из которого можно было докормить много голодающих людей в Африке. Слушай, меня заинтересовало, а почему слоним называется слонимом? Пошел читать и с удивлением увидел, что на гербе слонима лев. То есть у нас... Понимаешь? На гербе слонима лев. Я понимаю, но лев по белорусским раскладам это слон, понимаешь? Кстати, да, кто не знал, да. Да, кто не знал, это тут как посмотреть, понимаете ли, как перемножить, как поделить. Но в самом деле слоним это старинный город белорусский, он имеет свою историю, и кто интересуется, может приехать, посмотреть, очень милый город. Хороший, люди там прекрасные. Ладно, давай возвращаемся к следующему теме. Да, пойду сейчас. Еще только уточню, что вот пишут, что название слоним идет от старославянского вслона. Но я тут прочитаю, как вслона. Возможно, тут пишут, что вслона это как заграда барьера укрепления со старославянского, но возможно это все-таки шло от вслона. Когда-то древние белорусы привезли слона из Ботсваны в это место, и в нем укрывались от холода и всяческих проблем, возможно, которые у них были в жизни. Кстати, да, вспомнилось произведение «Гаврош», это часть, по-моему, произведения «Отверженные». Там маленький мальчик в центре Парижа прятался в слоне, жил просто. Слон был сделан из дерева, папье-машье, или бог знает из чего. А вот бездомный малыш прятался в этом слоне. Поэтому слоны с любой позиции полезные, как жилплощадь, как, собственно, пропитание и так далее, животное полезное. Ну и знаменитая эта история из античности, троянский слон, когда греки захватили Трою, собственно, сделав слона из дерева. Коня, в смысле, да. Это, нет, коня, это сейчас переписывают историю, что сейчас модно делать. Это был слон. Я понял. По секретным документам. Теперь понятно. Теперь у нас на этой неделе с радугой были проблемы. Большие проблемы с радугой вообще во всем мире. Сейчас я включу видео. Первое из этих видео – это посольство США. У них был месяц гордости, если я ничего там не путаю, как оно у них называлось. И вывесила на своей амбассаде, господи, как это по-русски-то, на своем представительстве в Москве. На посольстве, это посольство. На посольстве в Москве вывесила флаг США. Сейчас вам это видео тут найду и запущу, чтобы вы тоже насладились. То есть, естественно, в Москве больше нет других проблем, кроме того, что на посольстве США висит флаг ЛГБТ-сообщества. Ну, то есть, они таким образом вот этот месяц... Я забыл... Дружбы с ЛГБТ-сообществом опять отмечали. Дружбы с ЛГБТ-сообществом опять отмечали. И можно уже заняться, наконец, проблемами посольств иностранных государств. Что они вывешивают из своих фасадов, как покрашены их здания, в чем они ходят на работу. Вот этим должен заниматься уже президент России, потому что... Ну, сколько можно это терпеть, в конце концов? Они должны как-то начать соответствовать облику такого прекрасного города, как Москва европейского. Они должны, ну, то есть, как-то примером, не знаю, быть красоты, как это всегда было. А то сейчас вот они вывешивают вот эти цвета радуги. Вот есть же люди, их много довольно, которым радуга не нравится. Почему они должны лицезреть вот это вот сочетание цветов, в конце концов? Ну, Альбертыч, я вообще могу поздравить все общество с тем, что... Это, кстати, происходит и в России, и в США, во всех странах. Это перевести глобальные проблемы, отсутствие вообще, на какие-то вторичные, третичные, скандальные мелочи. В России произошла глобальная вещь, так? Русские люди длительное время вообще не смогут, по сути, голосовать. То есть, они не смогут легальным образом менять власть. При этом появляются какие-то шуты, да, гороховые, которые обращают внимание на флаги с радугой, да, на мороженое и так далее. То есть, люди начинают обсуждать недосущие, действительно важные вещи, которые будут определять жизнь их, их детей, внуков. А обсуждать какие-то флаги, да, там, ЛГБТшные. Это полная фигня. То же самое касается, там, не знаю, за права черных борьбы. Проблема в США в том, что есть неравенство, в том, что есть невероятно бедные люди, а не в том, какого цвета они. То есть, вот этим людям, которые выдвигают на первое место борьбу за расовую, против расовой дискриминации, за меньшинств борьбу или против и так далее. Им власти должны вообще приплачивать, что, видимо, они и делают с помощью разных фондов. Да, в самом деле есть актуальные проблемы, да, есть вторичные проблемы. Вот представь, если бы на русском посольстве вывесили плакат в центре, там, Вашингтона с надписью «White lives matter» или как там, да, там, расисты, там, или какие-то люди, которые по-другому мыслят, вывешивают. Ты представляешь, какой бы скандал и какой визг поднялся в американских средствах массовой информации? Да. Так же и то же происходит в Москве, да, там. В Москве живет очень много традиционалистов, им это не нравится, это центр города. Кстати, какой этаж этого посольства? Помнишь, в фильме «Тасу полнобочит заявить» в сценарии фильма до седьмом этаже находится ЦРУшный, да, этаж, где и до сих пор. На самом деле не на седьмом, а на четвертом этаже посольства находятся люди, которые работают на ЦРУ, то есть представители ЦРУ в России, скажем. Вот интересно, какой там этаж, я вижу, явно не первый и второй. Да, но это третий, скорее всего. Третий, ну, наверху, сверху спустили, в общем-то. Поэтому это вообще какой-то вообще разбор вещей, как с мороженым, вот эта история какая-то дурацкая. Женщина, депутат, которая связывала там, сравнивала вот эту со свастикой, да. Ну, давайте я скажу, давай я скажу нашим слушателям, просто, знаешь, мы начинаем обсуждать, а вдруг народ, знаешь, народ работает, во всякой этой фигне не варится, не в курсе. Во время встречи президента с участниками рабочей группы по подготовке поправок Конституции председатель Союза Женщин России Екатерина Лахова заявила, что «Радуга» — это реклама секс-меньшинств. И она попросила президента поручить Роскомнадзору установить контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе. Например, она привела в пример мороженое под названием «Радуга». Я уже молчу о том, ну, то есть, это один из примеров, мне кажется, по России название «Радуга» немерено просто, если они сейчас начнут этим заниматься переменами. Я присылал тебе, да, что вообще по поводу борьбы с этим гей-сообществом и вообще вредоносностью для молодого поколения каких-то вещей, вот книжку Гайдара Тимура и его команда вообще надо запретить. А мы это обсудим, я старый, про гейку ты имеешь в виду? Да, 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 это мы отдельно поговорим. А так, да, вот это мороженое, потом какие-то игрушки и так далее и тому подобное. Ну, слушайте, от того, что, я не знаю, отдыхал я в Ницце, купил я зонтик, да, и недалеко от отеля, где Элтон Джонс снимал когда-то известный свой культовый клип на английской набережной, воткнул я этот зонтик, лег я там за гора, вот, потом увидел, что жена с сыном что-то смеются, улыбаются. Зонтик оказался, ну, тоже цвета радуги, да, его не специально, я его купил вообще с точки зрения экспозиции, чтобы, ну, мне солнце не светило, чтобы не получить солнечный удар. Что теперь от этого, так сказать, я там в центре Ниццы занимался там пропагандой секс-меньшинств, или там что-то рядом, где Стил Стенд снимал Элтон Джонс. Стил Стендинг, I'm Still Стендинг. Прекрасная песня, кстати, вне зависимости от того, в общем-то, мне эта песня нравится, да, и так далее и тому подобное. То есть это полная какая-то глупость, да, потому что есть вещи насущные крайне важные, а есть вторичные, да. Ты знаешь, мне кажется, что просто русский народ уже давно понял, что от него ничего не зависит, на самом деле. Ещё остаются некоторые маргиналы, которые там что-то выделываются, какие-то митинги пытаются проводить, протестовать. И он просто уже хватается за любую возможность позубоскалить, ну, то есть сделать жизнь немножко повеселее, понимаешь? То есть это превращается в стёб, то есть люди уходят в стёб, при этом уходят от решения реальных проблем, важных и которые актуальными являются. И это произошло давным-давно, ну, понимаешь, то есть полностью, кстати, в этом плане нет ничего хорошего, потому что это просто отделение народа от государства, и когда народ себя с государством не ассоциирует, то есть вообще считает, что это одни люди, а вот мы-то другие, у нас одна жизнь, а у них другая, могут происходить разные нехорошие вещи, к сожалению. Я просто хотел сказать по этому поводу, шутку же я прочитал, что вот, знаете, как запоминают в России, в Советском Союзе как запоминают цвета радуги, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, да, по первым буквам. Так вот, если взять первые буквы российского флага, то есть белый, красный и синий, белого нету в радуге, а красный и синий – это каждый сидит, получится. Вот народ это очень как бы подметил, в России цвета флага – это каждый сидит, вы можете вот таким образом запоминать, какие цвета у российского флага. Ну, видишь, возвращается, да, все больше, 80-е годы, 70-е, столь любимые народонаселением, когда развивался народный фольклор в виде анекдотов, псевдоплимета и различного, так сказать, нового городского фольклора. Давай продолжим. Детская тема у нас продолжается. В Германии раскрыли сеть педофилов из 30 тысяч человек. Причем мне в этой новости понравилось, что это произошло вообще как-то совершенно случайно, как будто. В конце июня министр юстиции земли Северной Рейн-Вестфалия Питер Бизенбах заявил, что в рамках расследования нескольких связанных друг с другом случаев сексуального насилия в отношении детей в городе Бергиш-Гладбах, совсем там маленький какой-то город, полиция обнаружила сеть из 30 тысяч подозреваемых. То есть в каком-то маленьком городке, во-первых, этих случаев насилие несколько внезапно в этом городке, а во-вторых, вот эти ворсовы, они хопа и открывают 30 тысяч случаев. Участники общались через интернет, в даркнете, в мессенджерах, обменивались детской порнографией, подбивали друг друга на совершение преступлений. В частности, участники сети давали друг другу консультации, какими успокаивающими средствами усыплять детей перед изнасилованием. Призывали друг друга не подавлять свои желания, договаривались об обмене детьми и даже организовывали групповые изнасилования. Несмотря на то, что сеть названа международной, ее ядро составляют немецкоязычные пользователи. Ну, ты знаешь, это гадко вообще, слушайте, мне лично. И мы говорили с тобой, проблема здесь, безусловно, не только в гражданах Германии, а в том, как вообще в Германии воспитывают. Какие, еще раз вращаясь к этой теме, мы говорили об этом, когда говорили о педофилах, высокопоставленных в Берлине, о том, что во многих семьях совершенно отвратительный, плохой эмоциональный контроль и отношения между родителями и детьми. Многие дети не чувствуют хорошего, доброго отношения со стороны родителей. Это очень серьезная проблема вообще в Германии, в немецких семьях. Плюс к этому, обрати внимание, как считают представители международных организаций, тысячи детей, эмигрантов, которые оказываются на территории, в том числе и Германии, и Евросоюз, они вообще исчезают. То есть они подвергаются сексуальному насилию и, в конце концов, может быть, погибают. То есть вот эта машина бесчеловечная, которая прикрывается словами о гуманности, вот эти бизнесмены, которые, с одной стороны, долго очень учили людей из Восточной Европы, из Белоруссии, из России, Украины, тому, что есть какой-то там справедливый капитализм, на самом деле при желании собственном, они постоянно нарушают любые законы, любые правила морали, да, вот эта аморальность, которую они несут, она при этом все время покрывается пиаром, да, различными разглагольствованиями по поводу гуманизма и так далее и тому подобное. К сожалению, это все больше вылазит. Вот вчера была ситуация в Беларуси. А немецкая крупнейшая компания, корпорация стала разрабатывать, это не имеет отношения к педофилам, но это, опять же, показывает двоякую мораль, стала разрабатывать тут калийную соль, делать какие-то шахты и так далее и тому подобное. Наняли высочайшего уровня работников. При этом их просто кинули, да, оказывается, не исследовали условия их работы, не делали им никакие доплаты. Как только работники сделали свой профсоюз, стали обращаться в какие-то госорганы, чтобы восстановить справедливость, американская, извините, это немецкая компания, моментально их выкинула с работы, выбросила просто. Да, и они оперируют сейчас только к президенту РБ. Прибежали, говорят, дядя, там, разберись и так далее. При этом эта компания и представители немецкого бизнеса постоянно разглагольствуют о том, как они заботятся о трудящихся, какая у них гибкая и прекрасная система работы и так далее и тому подобное. Но это кошмар, конечно. То же касается и использования вот этих малолетних детей для удовлетворения своих вот этих сексуальных вожделений этими извращенцами, да, это просто часть культуры. Но, к сожалению, такого много. Такого много, такое происходит, к сожалению. Любые виды животных на Земле заботятся о своем потомстве, как продолжение... Это будущее твое. Люди, как более высокоразвитое животное, ну, кто-то может считать, что мы не животные, сотворены богом, фиг с ним, придумали, что за детьми заботится вся популяция, а не только родители. Это совместное выращивание общества тех продолжателей, которые в старости, возможно, подадут вам рюмку водки на стол поставят. Альбертович, немецкая система вся основана на том, чтобы люди, которые работают, не имели детей. У них фактически нет времени ухода за ребенком, да? Оно минимальное. Когда зеленые предложили, чтобы бабушки и дедушки получали несчастных 500 евро, и два месяца, там, три могли ухаживать, все это быстренько запороли в Бундестаге. Немецкая система основана на следующем, что ты вкалываешь, пока у тебя есть возможности, силы, а потом, не имея детей, приезжают иммигранты, тебя возят на коляске, подают тебе судной, меняют памперсы. Система эксплуатации, система, которая ненавидит вообще детство и ребенка как такового. Вот это отношение, оно передается вот этим педофилам. Система государственная, немецкая, современная, она вообще не предназначена. Она не то, что не человеколюбивая, она человека ненавистическая, ненавистическая именно по отношению к детям. Поговорите с теми людьми, которые живут в Германии, которые хотят иметь детей. Все сделано таким образом, чтобы люди не имели детей. Они просто вкалывали, да, делали карьеру, чтобы карьера изменила, подменила семью. И, кстати, обратите внимание на Меркель. Та же история, ее какой-то там друг, муж и так далее, тому подобное, главная карьера. Я таких людей знаю среди немцев, сотни, среди моих знакомых. При этом они настолько пропитаны, их мозги вынесены вот этой пропагандой, что они в это верят. Они считают, что этой карьерой, сраной, да, этими четырьмя-пятью тысячами можно заменить обычное доброе человеческое счастье. Это просто кошмарно в самом деле. Ну, я думаю... Они в это верят, понимаешь? Да, я думаю, что выпуск вот этого нашего, конечно, подкаста взорвет политическую и социальную жизнь в Германии. Наконец-то откроет глаза на происходящее. Все два гражданина Германии, которые выходцы из СНГ стран, просто взорвутся, будто они не знали об этом. Они скажут, ну, слушайте, сколько эти маразматроны могут говорить эти прописные истины, будто этого никто не знает, что это есть в Германии. На самом деле, да. Я в защиту этой педофильской истории могу сказать, что... Господи, не говори в защиту только. В защиту властей Германии. То есть, это... Они действительно серьезно занялись этим делом, и несколько лет назад было создано специальное подразделение по нахождению педофилов, по выявлению этих сетей. В общем-то, вот это сейчас начали давать результаты, появляться результаты этого всего, то, что накрывают эти сети. Ну, меня, конечно... А вот, да, вот, кстати, интересный вопрос, Сей Альбертович. А вот представь, педофилы закончились. Вот я ж... Да, вот как в Беларуси прошел почти коронавирус сегодня. Вот, ну, по официальным, так сказать, данным. Исключительно. И вдруг кончились. Обрати внимание, если существует какая-то система, которая должна ловить педофилов или насильников, она их будет находить и ловить. Потому что людям надо работать и получать деньги. Это та же система, которая думающая в США, когда должны быть люди, которые должны обеспечивать этих людей работой. Как только не будет безработных, то, собственно, чем будут социальные работники заниматься? То же самое по поводу насильников и всех остальных. Это, кстати, опасно. Их будут вырабатывать постоянно. Конечно, опасно. Зачем привязываться? Зачем находить, делать организацию, которая должна собачью, что даже искусственно, находить каких-то людей, которые с этим связаны? Обрати внимание, то, что происходит сейчас с насилием, случаями описания насилия над женщинами. Безусловно, такая проблема существует. Она очень серьезная. В Беларуси в том числе. Особенно в нетрезвом состоянии мужчины, отцы иногда могут издеваться над детьми, бить их и так далее. Такая и есть проблема. Но когда уже начинают массово вырабатывать, обвинять людей во всех смертных, потому что есть такой бренд, есть такие организации, которым нужно сотовожить, ну, что тут скажешь? То же самое и по поводу вот этого отдела. То есть педофилы, они будут всегда, ну, зачем тоже их вырабатывать сотнями тысячами? А может быть, человек заходил на этот сайт, чем-то интересовался, но это не обязательно подразумевает, что является педофилом. Люди вообще склонны интересоваться странными вещами. Я приводил пример одного своего знакомого, у которого на компе оказалась куча, ну, не куча, там, 7-10 видео с казнями людей каких-то. Я у него спросил, это совершенно нормальный человек, да, который там трудится, ходит на работу, он ординарный совершенно обыватель. Зачем тебе? Он сказал, а мне вот просто интересно, да, вот что это? Я никогда этого не видел. Как подростки хотят узнать что-то, то, что запрещено познать, тоже и с этим. Как помнишь рок-музыка-история в Советском Союзе, когда было запрещено там группе ACDC, Metallica, XF, группа Pet Shop Boys, которая всегда запрещена за вот этот флаг. Это экстремальнейшая группа. Меня всегда смешно, но там Лада, там, ACDC пели какого-то Серийного убийца, Metallica пела там, еще о чем-то, там были слова kill, никто, чем будет слово, начинающееся на букву F. Но вот группа Pet Shop Boys, которая пела про собак каких-то, про расставания с любимыми, вот, они всегда были в запретном списке советских властей, вот, по причине принадлежности к этому сообществу. При этом музыка, да, вот это сладкие, добрые голоса, но при этом это считалось вообще жутким извращением. Это ж надо, причем недавно опять они вошли в списки запрещений, недавно какой-то был. Назад в будущее, у нас просто назад в будущее происходит. Глава государства, у нас, я имею в виду, в России, глава государства все больше на прежнего становится похожим, запрещают ту же музыку, понимаешь. Там нет запретов, там есть просто нежелательные, да, какие-то коллективы, и мне нравится, что он какой-то, ну, я не знаю, вот, самый неподходящий, один из самых непоходящих коллективов вообще для запретов, да, вот он всегда туда попадает. Кстати, по поводу всей этой педофилийской истерии я еще хочу сказать, что, вот особенно в наших странах, отцы начинают бояться обнимать своих детей на улицах, на, ну, вообще в общественном месте, потому что, не дай бог, на тебя подумают, что ты как-то по-другому любишь своего ребенка, или что не твой ребенок, или еще как-то. Слушай, я тебе скажу, Альбертович, вообще в наших странах, не знаю, как там, не знаю, да и в России, сколько, и в Беларуси, но у нас не принято, это не Италия, не Испания, у нас не принято при встрече там целоваться, обниматься, демонстрировать, речи пускай, но ребенок всегда требует контакта тактильного. Я понимаю эмоционального, ну, слушай, ну, нет такого, ну, у нас не принято, у нас всегда есть какая-то, у нас и Япония, где еще большая дистанция, да? Теперь ты традиционалистом, что ли, стал? Значит, не принято? Нет. Ты давай говорить о том, что хорошо для ребенка, а не принято, не принято. Ну, понимаешь, естественно, если ребенок упал, я его подойду, обниму, но, естественно, я не буду ходить с ним, обнявшись, потому что ему тупо так неудобно. Не, ну, ходить обнявшись, никто не говорит, ходить обнявшись. Я помню, да, взявшись, я говорю, давай я за руку проведу, он говорит, ребенок говорит, мне неудобно, я хочу бегать и так далее. То есть, на самом деле, надо исходить из удобства ребенка, то есть, ситуативно подходить, потому что, безусловно, есть люди, которые не любят кого-то, ты знаешь, чем больше демонстративно на людях демонстрируется привязанность, есть люди, которые целуются без конца, да, на людях, там, садят на колени, там, сиськи-псуськи-пуськи, там, поцелуи, поцелуи рук, а потом они через месяц разводятся, потому что, на самом деле, любви-то не было, было только шоу, был театр. Дай бог, если разводятся, они убивают друг друга в полу бытовой ссоры. так, боксом позанимаются, там, три дня, вызовут милицию. Давай как раз по поводу бытовой ссоры, у нас есть интересная новость. В Москве подрались курьеры Delivery Club и Яндекс.Еды. Две фирмы, которые доставляют еду, их курьеры, вот, собственно, видео показывает, около 30 человек устроили драку. Сначала интересно было, что и Delivery Club, и Яндекс.Еда выступили с сообщением, что, мол, курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают. И потом, с течения времени, когда выяснилось, из-за чего это все произошло, действительно, оказывается, курьеры помогают друг другу. Дело в том, что потасовка началась после инструктажа. Начальник одного из, не сообщается, кого, Яндекс.Еда или Delivery Club, отчитал нескольких сотрудников за несоблюдение профилактических мер. Ну, то есть, не носили маски. Понятно, что клиенты, которые получают еду и видят курьеры без маски, немножко напрягаются. И объявил о штрафах за такое дело. И назвал первого сотрудника, которого накажут таким образом. Курьер не согласился с решением, за него вступились коллеги, а потом подтянулись и работники конкурирующей компании. В общем, грубо говоря, били начальника за то, что он выдавал штрафы за несоблюдение униформы. А они друг с другом подрались. То есть, действительно, курьерская взаимовыручка. Пришли на помощь ребята, чтобы выбить себе, убрать штрафы, в общем-то, сделать условия работы лучше. Это в некотором смысле мы наблюдали создание нового профсоюза. Вот таким странным образом, когда курьеры, доставщики еды будут бороться за свои права, за то, что они имеют право чихать вам в еду, в принципе. Почему кто-то запрещает? Тем более, что мэр Москвы объявил, что коронавирус закончился. Альбертович, это дикий, пример дикого, стихийного русского капитализма. Во-первых, обратим внимание, несколько служб доставок, отношения между ними никак не урегулированы. Не урегулированы отношения между начальниками и подчиненными. Вот в Беларуси, слава богу, такая ситуация в принципе невозможна. Первое, у нас есть одна служба доставки, по сути, это Е-доставка, которая работает по всей стране. Есть еще три маленьких, они очень плохие и работают крайне неаккуратно. Более того, если представите, что если Е-доставщики все съедутся, одно место, и представители других доставок, понимаешь, это называется русская поговорка, у русских такая поговорка «Один в поле не воин», понимаешь? То есть, это армия людей, которые бы не просто там побила, не дай бог, она бы просто, если бы не надо было драться, она бы прошла и все. Второе, когда работает, в общем-то, по сути, одна крупная сеть, как в случае с доставщиками в Беларуси, то они контролируют все, приезжают, у всех реально есть, значит, повязки, соблюдают дистанцию, люди вышкалены и так далее. Когда происходят вот такие стихийные вещи, когда какие-то рынки плохо регулируются, когда недобросовестная конкуренция, получается массовые драки, это как в 90-е годы, очередной передел, там, не знаю, рынка, перераспределение, не знаю, заказов, еще чего-то. Ну, не знаю, чего ж поделаешь, это хороший пример, что все можно привести в какой-то порядок, узаконить, устаканить и так далее. Причем, это сделать желательно, конечно, можно законными, весьма методами и способами. Я, кстати, хотел еще добавить, просто, если вы не были в Беларуси и не пользовались белорусской доставкой, вы не видели, что эта доставка происходит в Беларуси на слонах, как раз, которые из Ботсвана прибыли в спасение. Было бы хорошо, чтобы слоны ходили, всем бы было, еще бы катали на этих слонах детей параллельно. Всем бы было от этого только радостно и весело. Следующая рубрика. Обратите внимание, советский способ. Смотри, в Советском Союзе ведь тоже не было никакой конкуренции, по сути, все было в одних руках. Но с другой стороны, это типа имеет вид капитализма. Вот это особый такой special Belarusian way такой, можно сказать. Следующий, да, по следам наших публикаций. В прошлом выпуске мы, собственно, много про этого с Хиегумена Сергия говорили. На этой неделе церковный суд лишил его сана. Напоминаю, чувак захватил монастырь под Екатеринбургом. Женский, естественно. Я бы тоже женский захватил, например. Ты бы какой захватил монастырь. ты знаешь, я бы захватил вообще, конечно, женский, причем не один, а несколько. На самом деле, сказали, вот в интернете есть информация, он собирает ополчение. Мы это предсказывали в прошлый раз, помнишь? Уже скинули информацию о сборе ополчения. При том, что там казаки и так уже находятся в монастыре. Там находятся спортсмены профессиональные, там находятся люди, которые воевали за эти республики. Такой Владико Суркова был проект ДНР, ЛНР. Во всем этом интересно, что власть все еще очень слабо на это реагирует, вы понимаете? Почему-то вот этих ребят никто не спешит разгонять? А уже нет, уже пошел процесс-то в самом деле, уже смотри, прошел референдум и уже постепенно их начали зажимать. Ну, во-первых, безусловно, претензии посмотреть любую проповедь, которая полна антисемитскими высказываниями, да, в общем-то, Игумена, тут понятно, есть такая статья в любом законодательстве разжигания межнациональной розни, да, плюс оскорбления там представителей органов власти и так далее, то есть там меня удивила личность, я еще раз посмотрел, в общем-то, одно из проповедей, не одно, даже несколько, вот в отличие от меня, способ проповедования Тихона, да, Тихон, да, монаха, Сергий, Сергий, да, Сергий, Схи-Игумен Сергий, да, пардон, Сергий, он отличается, да, он говорит весьма сбивчиво, в нем нет такой ауры, да, которая присутствует у многих священников, госруководителей и так далее, то есть я в нем не увидел непреодолимого желания вообще захватить власть, да, вот то, что есть у многих руководителей государственных, он как бы говорит, то есть, знаешь, есть такая советская песня и фильм, да, время выбрало нас, вот такое ощущение, что Сергий понимает, что его время выбрало, оно вынесло, в нем нет непреодолимого желания вообще, не знаю, отправлять других людей на смерть, захватывать что-то и так далее, то есть, есть что-то здесь такое неуверенное, и скорее всего, это вопрос его личной веры, да, вот он в это верит, верит по-настоящему, и транслирует это он не агрессивно, да, в плане того, что вот можно, как это можно преподать, обладая очень хорошо ораторским искусством, он постоянно обращается, забывает какие-то цитаты, зачитывает их, но вот эта энергия, этого драйва, да, который был у многих руководителей, не присутствует, постепенно им стали заниматься, было вот это заседание, где его лишили сана, да, который происходил, вообще это заседание напоминало заседание парткома, скажу честно, больше всего, то есть, собрались товарищи, которые, как бы, понимая, в общем, свою неправоту, его просто лишили этого права, да, вообще быть священнослужителем, мне это, значит, напоминает конец 80-х годов, середину, когда большинство вот этих партруководителей, комсомольских руководителей, на самом деле, отжимали бабки от государства, от комсомола, от партии, ну, вообще в своих целях это использовали, и когда вдруг появлялся какой-нибудь заядлый коммунист, который говорил, вот, давайте бороться за святые там идеалы Ленина, партии, всех это напрягало, я вспоминаю, у нас в комитете комсомола школьном завелся такой чувак, и вот он такой был действительно верующий комсомолец, а мы слушали музыку, понимаете, ухаживали за девушками, прости господи, выпивали вино, гуляли, весна, а он приходил, постоянно агитировал, так вот эта история и в РПЦ, да, где в РПЦ, в общем-то, люди занимаются бизнесом, да, у белых священнослужителей семьи, там дочке особняк построить, сыну телевизор купить, машину там джипа так дать отремонтировать, и вдруг появляется какой-то чувак, да, Сергий, который начинает говорить вообще о боге, каких-то вообще вещах, и это, конечно, напрягает, это смущает, поэтому из этого комитета комсомола под названием РПЦ таких людей, конечно, надо выгнать, причем найти любой повод, кстати, того чувака выгнали с этого комитета комсомола, он опоздал на 15 минут, весь комитет проголосовал, его оттуда выперли, да, хотя он, в общем-то, ничего по большому счету не нарушал, более того, он свято верил в коммунистический идеал, вот эти вот товарищи, которые здесь продемонстрированы, вот это очень хорошая демонстрация, когда они понимают, что, в общем-то, ну, слушайте, они понимают, чем они занимаются, за что бабки получают, ну, попался, понимаете, вот такой верующий, действительно, активист, который что-то там пытается вообще изменить, привлечь внимания, ну, конечно, его надо с комитета комсомола дать, из комсомола вообще. Извини, я вот сейчас показываю фотографию людей из РПЦ, которые зачитывали о том, что лишают сана этого Сергия, вы посмотрите, вот вы мысленно уберите у них рясу и оденьте китель с погонами, это настолько ГБшные морды просто вот стоят. Да это не ГБшные, слушай, это заседание партийного комитета. Или заседание партийного комитета, да. Это просто парткома, понимаешь, это не имеет отношения, я говорю, что просто это партком 80-е годы, один кооператив организовал, да, там на имя жены зарегистрировал, да, третий там перевел собственность, там, не знаю, помещение, и вообще все хорошо идет. Вот у Кирюши, да, который в Могилеве трудился, это нынешний патриарх, мой знакомый, кстати, когда он еще в Могилеве трудился, он с ним выпивал, это хороший мужик, Кирилл, это бизнесмен, который занимался торговлей, да, различными товарами, да, иногда он там, ему надо было с властями, с бандитами решать вопросы, но проблема в том, что к религии как таковой их церковь в отношении не имеет, это большая проблема. с любовью к побрякушкам, крутым тачкам и так далее, а есть как бы религия, вот они как-то отличаются, но не ездил Иисус, ну там, не знаю, на Вайбахе, Мерседесе, он не брал же там, не знаю, колесницу у египтян, да, там, чтобы по пустыне проехать и так далее, но так вышло, что бродил он, понимаешь ли, там, босиком со своими соратниками, да, питался, жил почти в проголоте и так далее, ну не стыкуются это с Верой, с бизнесом это не стыкуются, Кирюшкиным, да, и других пацанов, они хорошие ребята, они вот люди душевные, но к религии это не имеет христианства никакого отношения, ну действительно, они плохие, человек рассказывает, сидели, выпивали, там, общались, нормально, чувак, но отношения это, я спросил, а вот как насчет патриарха, ну понимаешь, патриархом не может же каждый быть, правильно, нужно какие-то особенности, тоже, я уверен, вот этих двух попов, которые выгнали, да, они нормальные люди, верят, в быту, да, и тебе вред, можно решить любые вообще вопросы, а в ребенка перекрестить за определенную сумму, да, не знаю, кажется, что это все как раз очень страшно, типа, они так-то нормальные люди, но вот работает там расстрельным палачом в белорусской тюрьме, ну так-то он нормальный чувак, я с ним пил, разговаривал, или вот этот нормальный человек, но вот он подписывает да, я понимаю, так вот, для этого существует религия, да, чтобы определять, что такое моральное и неморальное, для того, чтобы были люди, которые являются как бы совестью нации или совестью поколения, да, вообще они могут быть там, предполагается, и им доверяют очень многие люди, да, вот как есть в Италии, отец Пий, да, допустим, которому доверяло очень много разных итальянцев совершенно, он был моральным авторитетом, при том, что есть там Папа Римский, а вот были какие-то священники, которые просто им доверяют, потому что являются моральными авторитетами, понимаешь, как и современный, по сути, Папа Франциск, который делает очень-очень много, он пытается изменить систему, потому что та же католическая вера, да, это машина огромная, это государство, да, государство в государстве, где есть свой банк, где есть отношения между чиновниками, все это очень сложно изменить, да, но вот когда появляется человек, который во всем этом страшном, ужасном, странном мире во что-то верит, конечно, он создает очень много неудобств, разных, да, вообще вот разных-разных-разных, поэтому таких надо выгонять из комитета комсомола, чтобы они не мешали заниматься людям отдыхать и заниматься бизнесом, делом, серьезным делом они, бирюльками вот эти, да, эти люди сформировались в 70-е, 80-е годы, выросли, они часть советской системы, они же не приехали там с Канады или США, или там с Святого Афона, с острова Афона, да, где они там в монастыре жили в Греции, или еще где-то, это наши люди, поэтому они действуют по таким же нашинским советским раскладам, к которым все привыкли. И, конечно, это возмущает, когда появляются вот такие фанатики. И тут еще смешно наблюдать, уже все-таки, ну, государство кое-как реагирует, и смешно наблюдать, когда всякие вещи, которые придумывались для борьбы с оппозицией, хотя этот, собственно, Сергей тоже, естественно, оппозиция в некотором смысле, начинает вот в таких вещах работать. Смотрите, заголовок новости. Генпрокуратура признала недостоверной проповедь с Хиегумена Сергия об установлении власти антихриста в России. Так идеально. То есть, я вообще, когда я почему прислал эту новость, у меня было ощущение, что в генпрокуратуре стоит телефон, и там написано «Бог». То есть, генпрокурор звонит и говорит «Боженька, здравствуйте, вы знаете, вот тут появился Сергий и говорит, что вообще власть антихриста, а Бог говорит «Чего он там гонит?» Это недостоверно. Недостоверно. Ну и прокурор говорит Богу, слушайте, вы имейл вышлите и лучше факс с подписью, что я считаю, что это недостоверно, чтобы мы человеку просто предъявили документально, да, потому что, ну, вот это вот на таком уровне, что вот генпрокуратура, имея прямую власть с Богом, она может признать недостоверность прихода власти антихриста. Это просто, ну, супер заявление. Тогда вообще наличие церкви не нужно государству, должна быть только генпрокуратура. Ну, в принципе, Зачем тогда церковь? Поэтому, ну, слушайте, ну, это вот гениальное заявление. Слушай, а прикинь, если они не звонили Богу, а проводили какие-то следственные действия, проводили работу с уликами, возможно, брали анализы у кого-то, чтобы проявить антихрист или нет. Что-то такое делали. Дальше, в этой новости еще следующий, идет. Генпрокуратура признала недостоверной информацию слова с Хиегумена о том, что через поправки в Конституцию будет узаконена рабовладельческая власть. Ну, слушайте, а может, Игумен нас спас, в общем-то, от рабовладения? Возможно, там это было где-то написано, тут он об этом сказал, и они быстро вычеркнули. Он говорил, что тот, кто пойдет со мной, спасется от нового рабовладения. То есть, представляешь, там заявление Цезаря, или Каллигулы, представляешь, который собрал сенаторов и говорит, вы знаете, я заявляю, что слухи о рабовладении в Риме сильно преувеличены. То есть, действительно, я признаю, есть отдельные рабы, либо люди, которые называются рабами, да, в определенных условиях. Но при этом есть патриции, есть другие прослойки нашего общества, и так далее. Но, слушайте, это просто, ну, бог с ним, со здравым смыслом, это интересно, весело. Поэтому, вот эти новости, кстати, они на общем фоне очень веселят, да. Они веселят, они нас с тобой веселят, просто потому, что мы от этого находимся довольно далеко. Но, мне кажется, жителей Свердловской области это не должно веселить вообще никак. Как и не веселить, например, жителей Сиэтла вот это образование там независимой вот этой анархистской штуки. Ну, ты слышал, да, в Сиэтле была такая создана там из детских картвалов, но их уже разогнали, между прочим, потому что там начались убийства, к сожалению, так начались убийства, которые никто не мог расследовать, понимаешь, и они не в состоянии. А знаешь, почему они начались? Это были провокаторы, которые были засланы ФБР и ЦРУ для того, чтобы дискредитировать подобное образование. Несомненно. поэтому, то есть, конечно, мы поддерживаем Сиэтлескую республику, она войдет в историю, но тут, видишь, вот ты балдает, мисс, мы не забыли о наличии живота, вот, это какой-то, слушай, это упрек священникам, которые имеют живот, я тоже имею животные, вот, подобным уничижительным по принципу веса высказываниям отношусь негативно, понимаешь ли. Ну, собственно, в русском языке когда-то живот, это был синоним жизни, так что, не щадя живота своего. Да, это как не щадя живота своего, вспоминается песня из бессмертного фильма «12 стульев», постановка Марка Захарова, стихи Кима, Юлия, если я не ошибаюсь. Слушай, ну давай уже в конце, мы тут уже больше часа как бы балаболем, вот это твою любимую тему про гейку в поместье Тимура и его команда, образ, характеристика, описание, вот, кто не в курсе, я думаю, что у нас есть какие-то молодые зрители, возможно, которые не читали про Тимура и его команду, очень странно, еще у меня тут идет видео про этого Схиегумена, это было написано Аркадием Гайдаром повесть еще до Второй мировой войны про детей, которые помогали в дачном поселке, по-моему, я уже не помню, или в деревне, всяким немощным, ну, людям, у которых есть проблемы, была такая собрана команда, Тимур ее возглавлял. Слушай, ты вот как в США переселился, ты даже уже Гайдара перевираешь, людям с проблемами, скажи, еще одиноким геям и чернохожим они помогали, ну слушай ты, А что, не так разве было? Я думаю, что скоро будет переписано. Альбертович, вот сейчас перепиши, это будет хитом в США, честно. И боролись с бандой хулигана Квакина, который возглавлял белых супрематистов. хулигана Квакина, Рассказываю, да, они помогали одиноким людям, у которых во время войны гражданской погибли родственники, и в том числе ухаживали, так сказать, за детьми ветеранов, которые там погибли во время гражданской войны, скажем так. Они кололи дрова, там, носили воду и так далее и тому подобное. такой бесплатный сервис благотворительной помощи, да, ветеранам и их, так сказать, семьям. Там был герой, мальчик, звали его Гейка, он носил постоянно телляшку. Вот на данной картинке он в середине находится, вот он, Гейка. Да, вообще, в России, поскольку такая повальная борьба со словом Гей, то Гейка, да еще в телляшке, в детском произведении, конечно, пахнет это крайне плохо. Но дело в том, что вообще в книжке Гайдая Тимура и его команда есть еще история о мальчишеке и мальчишеке, который воевал со злобными буржуидами. Да, там есть мальчиш-плохиш, это квинтусенция капитализма современного. То есть вообще эта книга вообще насквозь с точки зрения современных идеологов, буржуазных и российских в частности, пропитана идеями вообще революции, свержения существующей власти буржуазной, да, и тут еще прибавилось как на зло пропаганты гомосексуализма откровенный. То есть более либеральные книги вообще нету. Кто еще, у кого есть возможность купить книжку, у меня есть в двух экземплярах, одну мне подарили на день рождения, когда мне лет 10, а другая в красной, да, произведение Гайдара, покупайте, Альберт побежит сейчас за компьютер писать приложение для Соединенных Штатов Америки, Тимур его команда или Джонни и его банда, то есть его будет происходить дело в Бруклине, вот, Джонни и его Гэнгбэнг будет называться. Да, Гэнгбэнг, да, где, в общем-то, молодой чернокожий парень вместе с латиноамериканцем и индейцем во время коронавируса помогает одиноким геям, инвалидам спасать слонов. Спасать слонов. Я еще по поводу пропаганды пропаганды гомосексуализма в советской детской литературе и мультипликации вспоминается один из моих любимых мультиков «Голубой щенок». Во-первых, он начинается с песни «Ах, зачем я голубой?» Этого щенка все гнобят за то, что он голубой, а в конце его спасает розовый моряк на корабле из цветов с голосом Градского. Спасает от злого Боярского, кстати, в образе пиратов я сейчас тем, что сейчас занимается, чем занимается Боярский, как он сейчас, какой он стал, конечно, это все, ну, настолько, то есть этот фильм, этот мультик сейчас невозможно показывать по российскому телевизору, вообще никак, он будет понят со всех сторон неправильно. Кстати, слушай, ты совсем, у тебя вообще американская вообще диалогия переклила окончательно мозг, там помнишь какой припев песни «Голубой, голубой, не пойдем играть с тобой». Не хотим играть с тобой, да. Видишь? Поэтому его будут показывать, потому что в итоге щитков не ходит. Потом приезжает этот розовый моряк на корабле из цветов, разгоняет всех этих гомофобов, понимаешь, ну, как это, на самом деле, вы понимаете, что мультик снят в середине 70-х, что ли, записан. А, кстати, офигительные песни, я очень люблю слушать и песню «Рыбы пилы», и песню «Собственно «Собственно голубого щенка», кстати, его озвучивает Алиса Фрэндлих, если не ошибаюсь, и поет за него, там просто отличный состав, но сейчас это, конечно, все везде в стиме будет понято неправильно, если вы вдруг не видели этот мультик, я крайне рекомендую посмотреть и послушать, и на этой, собственно, радужной теме... Альбертыч обратил... Да, радужной теме Альбертыч выбрал, обратите внимание, из линии все новости, которые касались различных извращений, которые могут быть от смерти слонов и так далее, надеюсь, в следующий раз... Я максимально ушел от нашего главного извращения выбора президента Республики Беларуи, чтобы его не обсуждать, понимаешь, это надо было как-то перебивать чем-то. Мы это переживем, уже недолго осталось терпеть. Спасибо большое. Спасибо, что смотрели, напоминаю, что мы не только на Ютюбе вы нас можете видеть, но и слушать на всех подкаст-платформах. Apple подкаст, Google подкаст, Spotify, Яндекс.Музыка, и где вообще, где только возможно, везде слушайте, подписывайтесь, ставьте нам оценки, лайки, пятерочки, комментируйте, мы все ваши комментарии читаем. все это очень классно, что вы нас слушаете. Нас, кстати, просили записывать не час, а два часа. К сожалению, мы не в состоянии два часа балаболить. К сожалению, еще не накачали настолько скилл. Все, всем пока, до следующей недели. Живите богато, бывайте здоровы. Альбертыч и Стефаныч клевещут. Ха-ха-ха.